Приветствую вас, во-первых, хочется сразу, наверное, отметить, что вы чувствуете, по-видимому, 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 вы чувствуете свою вину вот за то, что произошло, за свои действия, вы чувствуете вину, вы говорите, что вот, вы себя, конечно, не оправдываете, понимаете, что совершили ошибку, вот, наверное, это и есть та самая точка, на которую вам нужно обратить свое самое пристальное внимание, вот, потому что мужчина, он чувствует, что вы себя обвиняете и, соответственно, ведет себя с вами так же. То есть вы, грубо говоря, вы его, вы ему не помогаете тем, что обвиняете себя в том, что сделали. То есть, по сути, если вы говорите, что вами искалась любовь, то я не очень здесь понимаю, почему вы, почему вы себя обвиняете. Если объективно вы же сами говорите, что искали любовь. Тут, конечно, конечно, есть момент такой, почему вы искали любовь, то есть какая у вас была мотивация искать любовь. Чего вам, например, не хватало в жизни самой по себе, что вы искали любовь. Почему вы искали любовь через, допустим, тот же секс, через отношения. То есть это, конечно, то, над чем можно, безусловно, поработать, если у вас есть такое желание. Но правда в том, что мужчина, он отверкаливает ваше отношение к тому, что произошло. То есть, грубо говоря, если бы вы себя не обвиняли, если бы вы относились бы к этому, ну, к тому, что с вами произошло хорошо, спокойно, то я уверен, что и мужчина тоже, у него было бы меньше оснований для того, чтобы вести себя так, как он ведет. А пока что, получается, я бы сказал, противоречие, то есть вы с одной стороны говорите, что он меня называет ужасными словами, и это вроде как плохо для вас, но с другой стороны вы сами сомневаетесь в том, насколько правильно вы поступили. Получается. И данное противоречие, естественно, вас ослабляет. И подкрепляет у мужчины мысль о том, что вы действительно виноваты. в чем-либо. Хотя, на самом деле, это не так, да, потому что, ну, вы, как могли, как могли, искали любовь. То есть я лично думаю, что вам в первую очередь нужно разобраться именно со своим отношением к этой ситуации, со своим отношением к своему прошлому, вот, перестать себя винить, раскрыть то, что вы хотели, может быть, скорректировать свое поведение по поводу того, что вы хотели и, может быть, даже хотите до сих пор. То есть, ну, может быть, такая история. И после этого уже выстраивать с мужчиной такие отношения, которые устраивали бы вас обоих. Вот. То есть устраивали бы и его, да, и вас. Потому что пока что четкой позиции у вас, к сожалению, наблюдать нельзя. Что касается мужчины, то, к сожалению, я вынужден констатировать тот факт, что человек в себе очень не уверен. Я должен констатировать тот факт, что человек предвзято относится к сексу. Я вынужден констатировать тот факт, что человек даже негативно относится к сексу. Что человек сравнивает себя с другими мужчинами. Вот. Я вынужден данный факт констатировать и сказать вам об этом. И до тех пор пока, ну, ситуация будет вот такой, до тех пор пока ситуация будет вот такой. Я бы сказал, что ситуация не изменит. Ну, то есть вот в том смысле, да, что машина как ревновала вас, да, он в принципе так вас и будет ревновать. То есть тут вот никуда не деться от этого. До тех пор пока, вероятно, сам человек не осознает того, что его действия они ведутся. В никуда, в пустоту. Вот. Но для того, чтобы он это понял, ему нужна ваша помощь, ему нужна ваша мотивация, скажем так. Да? Вот. То есть очень, очень желательно, чтобы вы человека, человека мотивировали на то, чтобы он что-то для себя, понимал, что-то для себя выявлял. Вот. И, соответственно, соответственно, подтолкнуть его к данным изменениям может только ваше более такое позитивное, или можно даже сказать, позитивистское отношение. К вашему прошлому. Вот. Каким бы оно ни было. Да? Ага. Ага. Вот такой вот можно вам дать ответ. Потому что мужская ревность, мужская неуверенность в себе встречается довольно часто. И когда она подкрепляется ещё извне, да? То есть когда она подкрепляется действиями партнёра. То, тут, конечно, очень тяжело становится обоим партнёром. Вот. Поэтому я думаю, я думаю, что гораздо лучше для вас будет, значит, свою чёткую позицию определить. И после этого уже вы будете лучше почувствовать и понимать, что вам делать дальше. Вы также пишите, значит, что называют вас ужасными словами. И я бы очень хотел, чтобы вы поисследовали бы немного, как вы реагируете на эти ужасные слова. Обижают ли они вас, принимаете ли вы эти слова, допустим, на свой счёт. Если да, то почему, если нет, то опять же, чему тогда вы пишете это? Вот. В целом у вас поведение больше жертвенное. Поведение у вас больше жертвы. Человек, который не разобрался со своей ответственностью за поступки. Вот. И поэтому у другого человека волей-неволей есть, так сказать, основания для того, чтобы вот эту вот, вот эту неуверенность, да, которая была, я так полагаю, и до него, чтобы эту неуверенность усколыхнуть. Вот. Мне кажется, что если и вы, и ваш мужчина отхитил свои отношения сохранить, вот, то вам, ну, очень желательно, желательно каждому себе разобраться. То есть, чтобы каждый из вас понимал, что происходит. Вот. Мне это, эм, кажется, так. Вот. Вот такой я могу дать вам ответ на ваш вопрос. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в личку. я с радостью вам помогу, возможно, даже нужно будет проконсультировать либо вас, либо вашего мужчину. Вот. Так что обращайтесь. Я не думаю, что ваша ситуация является безнадежной. Вот. Если вы его любите, если вы любите своего мужчину, то это замечательно, что вы его любите. Ну, вопрос заключается в том, как ваша любовь проявляется. То есть, я имею ввиду, ну, это любовь, здоровая ли это любовь. Да? Вот. Вот. Если это любовь. И так далее. То есть, вот эти все вещи нужно исследовать вам, чтобы, ну, вы лучше отдавали себе отсчет в том, что вы чувствуете. Вот. И, соответственно, мужчине тоже было понятнее, в каких отношениях он находится. А на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.